Береты, тельняшки и Андреевский крест на флагах. На набережной собрались защитники морских рубежей страны. День ВМФ в этом году особенный. Ровно 320 лет назад создан российский флот. Это поддержание традиции. Это нужно для нас, кто служил. Это нужно, кто с нами служил. Это нужно, кто будет служить. На Волге парад кораблей ЦСКА ВВС Самары возглавляет его уникальный бронекатер. Точная копия судна времен Великой Отечественной войны. Такие плавучие танки принимали участие во взятии Берлина. От имени губернатора, участников и гостей праздника приветствует зампредседателя правительства области Юрий Иванов. Искренне поздравляю вас с днем военно-морского флота. Военно-морской флот – это гордость и слава нашего Отечества, имеющая многовековую историю. Ветеранов ВМФ отмечают памятными знаками и благодарностями. К поздравлениям присоединяются первые лица города и герой России Игорь Станкевич. Разрешите от имени командующего воздушно-десантных войск, герой Российской Федерации Шамана Владимировича, поздравить наших друзей-морбехов и моряков от войск ВДВ. Треск пулеметных очередей, взрывы, рокот моторов и немецкая речь. Берег захвачен врагом. Задача морских пехотинцев – добраться до суши, окружить и уничтожить врага. Именно так в августе 44-го десант Красной Армии сражался с гитлеровцами на побережье Черного моря. Операция «Окерманский десант». Высадка десанта происходила под массированным артиллерийским огнем. Однако морпехам Красной Армии при поддержке авиации удалось выстоять и прорвать оборону противника. Действие объединило более 170 реконструкторов из разных городов России и ближнего зарубежья. Все гости праздника смогли познакомиться с образцами военной техники и вооружения, увидеть праздничный концерт.